Добрый день, уважаемые жители Республики Саха-Якутия. Текущая санитарно-эпидемиологическая ситуация. По данным Управления Роспотребнадзора Республики остается напряженной. Выявлен 251 случай новой коронавирусной инфекции, из которых 53 случая – это заболевания детей. Несмотря на снижение количества случаев заболевшей новой коронавирусной инфекцией, необходимо обратить внимание на то, что 53 ребенка – это действительно достаточно высокий показатель относительно заболевших ребятишек в целом за весь период пандемии. Из 251 взрослого 247 – это непривитые граждане Республики Саха-Якутия. В стационарах у нас сегодня получают лечение 1301 пациент в состоянии средней тяжести, 1117 человек. В тяжелом состоянии находятся 105 человек, из них непривитые 102 человек. В отделениях реанимации врачи борются за жизнь 17 крайне тяжелых больных. Необходимо обратить внимание, что небольшое снижение количества тяжелых случаев непосредственно на территории Республики уменьшилось. В то же время я отдельно обращаюсь к гражданам, особенно пожилого возраста, и гражданам, которые имеют хронические заболевания, обратиться в свои поликлиники и больницы по месту жительства для, прежде всего, прохождения вакцинации. Потому что именно для этой категории граждан вакцинация сегодня является, прежде всего, способом для того, чтобы не допускать тяжелое течение заболевания новой коронавирусной инфекцией. Наиболее напряженная ситуация по заболеваемости остается в Мирненском улусе за сутки зарегистрировано 31 новый случай в Олегминском и Мегино-Кангаласском, где зарегистрировано 19-17 случаев соответственно. Ситуация не является более спокойной, чем во всех остальных улусов среди сельскохозяйственных улусов в Кангаласском улусе, где сегодня зарегистрировано 14 случаев. В целом в республике продолжается вакцинальная кампания как против коронавирусной инфекции, так и против гриппа. Первым компонентом по вакцине по коронавирусу привитого на 68,2% взрослого населения, соответственно, на 488 694 человека. Однако формирование коллективного иммунитета зависит, прежде всего, от, в том числе, полной иммунизации, и, соответственно, постановки, в том числе, и второго компонента, и, соответственно, прохождение соответствующего, значит, количества времени от момента второй иммунизации. Свыше 80% республики, значит, у нас сегодня привито уже в семи районах республики, и, как отмечает, в том числе и Минздрав Российской Федерации, мы являемся тем субъектом России, в которых, значит, хороший уровень привития отмечается в районах северных, Абыйском, Алаиховском, Верхнеколымском, Жиганском, Момском, Нижнеколымском и Среднеколымском. Меньше 60% взрослого населения провакцинировано в Амгинском, Горном, Мирненском, Намском, Алёкминском и в Чуропчинском районах. Вот непосредственно небольшое количество вакцинированных и меньше 60% вакцинированных в Амгинском улусе, о их Горном улусе, говорит и о том, что у них достаточно высокий уровень сегодня выявления заболевших и достаточно тяжелые случаи, те, которые у них сегодня появляются. В связи с чем Министерством здравоохранения взяты они под контроль. Уважаемые жители Республики Саха-Якутия, на прошлой неделе в конце недели был подписан указ главы Республики Саха-Якутия, по которому введены ряд ограничений, которые связаны с посещением мест, значит, непосредственно общественных, там, где находится у нас соответствующее большое массовое скопление народа. Необходимо обратить внимание, что все послабления, которые установлены и все возможности, которые предусмотрены этим указом, они в части массового проведения людей касаются лишь только граждан, которые провакцинированы и имеют соответствующий QR-код.